сегодня у нас 13 ноября двадцать второго года в общем мы с вами не братья беседа наша ты оглашенный уже у нас по-настоящему у тебя все регалии уже поздравляю тебя спаси христос не пробиться к тебе оглашенный тропинку к душе проложить да я кстати нашел это тихотворение но это как завор толковать еще это надо время и наверное мне не получится даже ну давайте зачтем его давай с него начнем чтоб тебе поясней было кто ты теперь стал кто ты с кем ты стал у тебя там есть она да можешь открыть его зафиксировать здесь сюда знаешь умеешь на экран другие другим чтобы было тоже я буду тебе задавать вопросы ты будешь а ты отвечать на них вот да отлично я наверно тогда ну ладно книга пускай будет книгу могу показать как вашей ну вот как она написана вот она где вот игнать их начать книга у меня такой нету они они сам это первая книга которая была выпущена вот здесь такие есть шедевры которые мне очень нравится колыбель человечества наша планета это на них песнопение есть потом даже отцу на день рождения облака и небо есть тоже песнопение потухли глаза амбразуры игнатий тихонов пишет сейчас скажу в каком году 65 год это ему получается 20 он с 39 года 26 нет ему на 26 26 лет 5 6 до прямо ему вот еще даже нет не исполнилось до конца 26 25 еще лет и он пишет гляди потухли глаза амбразуры о чем человек долл 25 лет умолк охладив пулемет над полем сражения в бездонной лазуре один жаворонок о мире поет поет о безумном желании смертных огнем злобный пламень гасить он жжет обличительным словом неверия безбожье сухое без капли росы и там припев идет такой мир у мир говорят миллионы но мир не вошел в их сердца познайте же люди что весь мир с любовью дается принявшим иисуса христа познайте же люди что весь мир с любовью дается принявшим христа в стенаниях песен жаворонка плач сирот под гром батарей и как лаконичный листок похоронной в плач вергнет седых матерей миру мир говорят миллионы вот такое представляешь человек 25 лет и о христе такие мысли у меня это к сожалению 25 такого не было я начал просто поиск поиск истины бога так ну вот давай вот к оглашенным гляди вот оглашенно это такое состояние человеческой души когда человек начинает понимать что без этого он просто погиб погибнет у тебя это состояние присутствует я умом понимаю а сердце нет душой нет не понимаешь да так умом то есть ну то есть тебе когда объясняют ты понимаешь да что тебя господь не видит вот гляди сейчас мы с тобой прочитаем толкование так к сожалению придется открыть ты можешь открыть толкование сейчас евангелие ты она шестая глава сорок пятый стих 45 там ну там пакет есть чтобы толкование было какая какой стих сорок пятый сорок пятый до сорок восьмого по-моему сорок седьмого вот это 45-47 у пророков написано и буду все у тебя как если я увеличу да ты упаду велись конечно а то никто ничего не поймет тут она все сразу размыто у пророков написано и будут все научены богом всякий слышавших от отца и научившийся приходит ко мне писая 54 глава 13 стих это не то чтобы кто видел отца кроме того кто есть от бога он видел отца истина истина говорю вам верующий в меня имеет жизнь вечную ты понял что тут написано ну понятно расположение строк тут кто кому тут подчиненный или что тут кого верует можешь мне сейчас картинку быстренько нарисовать не могу ну а что такое с тобой вот гляди у пророков написано и будут все научены богом всякий слышавший от отца ну давай Исайя 54 13 сейчас я открою мы с тобой прочтем поближе это дело итак значит с 11 стиха бедная бросаемая бурю без безутешная вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твою из сапфиров и сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин и всю ограду из драгоценных камней и все сыновья твои будут научены господом и великий мир будет у сыновей твоих и дальше ты утвердишься правду и будешь далека от угнетения ибо тебе бояться нечего и от ужаса ибо он не приблизится к тебе вот будут вооружаться против тебя но не от меня кто бы не вооружался против тебя падет вот я сотворил кузнеца который раздувает угли в огне и производит орудия для своего дела и я творю губителя для истребления ни одно орудие сделанное против тебя не будет успешным и всякий язык который будет состязаться с тобой на суде ты обвинишь это есть наследие рабов господа оправдание их от меня говорит господь вот такое вот делала так вот это мы прочитали наученный богом и правда написано наученный богом то есть пойдет это все а когда это будет так кто сказал кому сказал когда сказал зачем сказал то есть господь обращается к иудеям которые на него ропщут говорит христос христос это сын божий мы знаем второе лицо пристой троицы гонимый сейчас но говорящий истину он безгрешный то есть о нем мы все знаем ну как бы все знаем в пределах того что он нам рассказал о себе и уже многое известно о нем проповедник истинные слова говорит просто от себя даже и никто не думает это причем по слову божьему все кто сказал кому сказал иудеям иудеям говорит он своим согражданам когда сказал после того как они поели хлеба и теперь ищет его чтобы сделать царем а для этого они хотят ему предложить сделку мы тебя делаем царем ты нас кормишь постоянно бесплатно хлебом сделка такая понимаешь кто сказал кому сказал когда сказал то есть после таких слов и зачем сказал самое сложное зачем сказал и теперь христос им говорит это ты это разумеет как я выстраиваю все ничего такого особого тут нету такого то есть заглянули в слово божие проверили его да действительно пророков пророков но пророков написано господь сам сказал будут сыновья твои научены богом но когда они научены богом что дальше будет я там тебе прочитал многое зачем читал то ты понял что будет после того как они будут научены богом ничто к ним не приблизится страшное и ужасное будет победа от бога а почему потому что они научены богом и об этом не говорится здесь они приняли бога бога приняли бога приняли то а до этого чего они не приняли бога они же иудеи ну вот что написано значит не приняли бога не приняли ты понимаешь теперь о ком мы говорим ну да о ком об иисусе христе его же не приняли о тебе мы говорим о тебе мы говорим а не об иисусе христе мы об иисусе христе говорим но мы говорим о тебе тебя бог не принял да и дальше говорит господь это не то чтобы кто видел отца кроме того кто есть от бога о чем здесь сказано о ком ли о чем говорится здесь кроме того того с большой буквы сына наверное кто есть от бога дальше он видел отца то есть иисус христос сын был видел отца совершенно верно говорю вам верующие в меня имеют жизнь вечную имеет жизнь вечную так вот так вот верующий в меня имеет жизнь вечную вот для чего это он сказано теперь давай толкование и будешь по толкованию я тебя буду вопросы задавать и ты будешь отвечать мы сейчас об оглашенных говорим давай у пророков говорит написано и будут все научены богом писая 54 13 все разумеется желающие все ты не торопись все то есть теперь разговор идет и будут все научены богом толкователь говорит все все кто все те кто будут научены богом и ты остановись все и теперь дальше разумеется желающие понял то есть надо отделять немножко зерна от плеют ты бежишь куда-то ты на этом утвердить все кто все кто будут научены богом а кто разумеется желающие понял желающие а как будут научены богом не желающие разумеется разумеется тут видишь он пишет разумеется желающие а для чего чтобы такие вот ретивые ребята которые быстро все прочитают а потом не понимают что тут остановились здесь конечно а то ты пробежал просто тебе это ничего не надо а тебя надо а почему да это все такие люди кто не рожден свыше им все как говорится по барабану барабаны по пузу лишь бы поесть а ты сейчас входишь в особый разряд людей которые не только о хлебе насущном думаешь но и о душе своей и это это состояние твое оно прекрасно прекрасно ты твоя душа должна стать невестой Христу под Христом силич 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 это значит равно понимай царство небесное вечная жизнь небесный Иерусалим рай божественное небо вот вот это а душа твоя она невеста должна стать невестой у невестица Христу называется если ты не у невестишься Христу душу свою то ты пойдешь в ад другого не дано то есть ад и рай душа твоя пока она только только готовится стать невестой какая она должна быть эта душа а теперь дальше еще тут это не все вот я же не просто так то мы читаем здесь сейчас ты увидишь еще что это очень сложно все и в то же время легко но в то же время сложно пока вот давай дальше читай отец есть общий учитель через откровение достойным дающий знать о своем сыне стой для тебя тут что-то новое открывается кого мы учителем обычно называем у кого кто нам знание преподает ну вот слово божие ты читаешь кто кого обычно мы слове божием учителем называем апостолы там его называют учителем и так далее кого учителем учителем это то есть толкователь наверное толкователь во первых апостолов во вторых пророков третьих кого апостолы вопрос задаю тебе ты не слушаешь меня кого апостолы называют учителем своим постоянно слове божием христа христа вот уже уже ближе вот тот такой же как ты там юноша подходит ко христу и спрашивает его как он ему к нему обращается учитель и все благий благий учитель благий обращается он к нему кто обращается к кому так говори побольше языком говори 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 не переставая называется давай кто подошел и кому сказал давай чтобы не я это тебе а то есть тебя как из партизана да есть такое да то есть он подошел он хотел он как потом дальше написано то есть от юности своей сохранил там это благочестивый был вот я считаю тебя таковым что ты тоже сохранился и так далее и он подходит и как и что как назову говорит кому он говорит во первых кому подошел ко христу желающий он желал царство небесное как ему царство небесное это унаследовать да вот он подходит к нему как это сделать как вот это как мне наследовать царство небесное да у меня все есть я сохранился от юности своей ну это христос его спрашивает да как как это веруешь и он говорит что там а нет христос ему говорит там ты знаешь заповеди перечисляет там не украни там и так далее при любодействуя и он ему говорит да да я все это сохранила от юности моей и христос в одном месте у луки по моему апостола говорит и христос полюбил его взглянув говорит на него полюбил его вот так а в другом месте начинает ему отвечать сразу там ничего не написано то есть и это дало даже ну современным богословом искать какой-то разницы между вот этим событиями написано у матфея и у луки вот а разницы на самом деле нету то есть это один и тот же человек описываемые разными апостолами с разных мест где они стояли лукай увидал что христос полюбил его полюбил его то есть что сделал такого то ли он его ну погладил по плечу или там что-то такое ну потрепал потрепал его за плечо вот так или просто взглянул на него с такой радостью что ли то есть ну что-то такое было что почему полюбил то непонятно полюбил христос тогда говорит это никто не благ только как бог почему он так и сказал что такого в этом слове это благий учитель благий да а благим никто благим никто не называет человек человек благой это значит присущественное добро то есть всегда добрый ну как обычно обращаются там там милостивый государь или там добрый самарянин обращение такое ну вот у других народов там вот мы слышим милости ну вот у нас перешло от этих от французов милостивый государь милостивый государь государь это же ну это царь то есть ну как властитель страны какой-то а с маленькой буквы поставили слово государь и отсюда пришло всех нас начали называть господами вот при царе батюшке людей называли господами там когда были чины то делили там ваше превосходительство ваше величество там и так далее а вообще всех называли господами господами это государь как бы те кто владеет собой конечно первую очередь владеет собой владеет собой как то есть себя привел к богу и ведет себя за богом это считалось как бы божественное такое обращение милостивый государь а милостивый почему ну то есть всегда добрый и так далее но и господь как вот такое обращение он и тут делает а господь говорит нет нет никто благим не называет человека зачем ты называешь меня благим никто не благ как только один бог прям ответил ему видишь и он не понял что христос согласился с ним он не отверг же этого он просто ему рассказал что он спросил почему ты меня благим называешь ведь никто не благ как только один бог то есть надо было ему сказать да ты есть бог но он не смог этого сказать потому что он не веровал что христос бог но он назвал его учителем я просто к слову учитель подхожу учитель так вот гляди давай еще раз читай здесь что необычного мы видим здесь отец есть общий учитель через откровение достойным дающий знать о своем сыне что-то тут есть странное или ничего нету для тебя странного общий учитель большой буквы ты считаешь что это что-то такое необычное да все-таки ну общий для всех для кого для всех идея для язычников для кого да вот это хорошо ты подметил так перед этим стоит слово отец отец что за отец какой отец твой отец или мой отец чей отец то ну отец в смысле бог а да точно вот гляди читай сиречь и hegolo есть общий учитель еголо или совалов есть общий учитель можем сюда сиречь подсиречь подставлять то есть сиречение это равно цикленно-славянское слово подставлять сюда эти слова можно подставлять или творец есть общий учитель понял ну ты Неужели необычное нету ничего для тебя? Мы учителям только читаем о Христе всегда. Здесь нам нечто новое начинает открываться. Внимательно читаем здесь, очень внимательно. Отец, отец все отдал сыну своему. А почему? А почему? А почему? Что случилось-то, чуть непонятно. Что, отец сам не может учить? Да нет, вот он отец и учитель. А когда он учил? Когда он учил? Почему сказано, что Бог в шестой день почил? Бог, отец, творец наш почил в шестой день и все. И что он делает теперь? Он нас учит или не учит? Наверное, учит. Он очень странно учит. Бог, отец. Очень странно. Если ты начнешь книгу бытия читать сам, то очень много странного увидишь. Не видно, чтобы Бог, отец учил как общий учитель. Но когда ты поймешь, что такое потоп, что это по любви Бога, что это был урок для людей, потоп, общий потоп, это был урок для всех людей. То есть, Господь наш учитель, Бога, творец. Но он учит так, что тебе не захочется за его партой сидеть. Потому что иногда все смертушкой заканчивается. Понял? Это учение. Поэтому лучше не доводить, когда начинает Бог учить. Но иногда Господь милостивый. Он знал, что привести нужно. Господь не рукополагает священников. Он дает это Моисею сделать. На горе Синае рукополагаются священники руками Моисея, пророка. Понял? Ну, как странно. А кто такой был Моисей, пророк? Написано, кратчайший. Господь говорил с ним устами к устам, как с другом своим. Как люди со своим другом разговаривают. Вот так Бог говорил с Моисеем. Где мы такое видим? Мы видим это. До того, как Моисей начал с Господом. Бог начал беседовать с Моисеем. Прямо лицом к лицу. Где мы такое видим еще? Видим, что Адам беседовал в райском саду. Лицом к лицу с Богом. Кто еще беседовал с Богом? Ноя мы не видим, чтобы Ной беседовал с Богом лицом к лицу. Не знаем просто, являлся он ему или нет. Просто слова говорятся и все. Но лицом к лицу точно еще кто видел? Кто до Моисея? Да? Помню. Да ладно. Неужели ты об Аврааме не читал? А, в трех лицах он ему явился-то? Это про это что-то? Где он явился ему? А я не помню. Не помнишь? А Содом и Гамур помнишь? Помню. Ну, у тебя страха Божьего действительно нету. Где-то рядом. И что там было перед Содомом и Гамурой? Ну что, вот он явился, Господь в трех лицах, трое этих странников, путников. Абраам их принял там, хлебом их угостил. И вдруг оказался один на один. И вдруг двое исчезли куда-то, а один только остался. И он пошел за ним. И что он делал с ним? Я не помню. Ну, что-то он спрашивал у него там, выпрашивал чего-то у Бога. Долгое там писание, на полстраницы идет, как он выпрашивал. Чего он выпрашивал? Он спрашивал, Господи, для чего ты идешь этот город? Господь говорит, наказывать иду. И вопль дошел до меня. И он говорит, Господи, неужели 50 праведников будет в городе? А, все вспомнил. Да, да. Извините. А зачем извините? Чего извиняться-то? Он перебил. Я просто тебя, я проверяю тебя, насколько ты знаешь священное писание. То есть тебе, тебе это, ну, как бы, не повредит еще раз прочитать Слово Божие. Вот в твое время, значит, это тебе сейчас 29, я уже священное писание прочитал где-то приблизительно, ну, на 7 раз где-то я прочитал уже его. Или 8. Но у меня не было толкований никаких, поэтому мне приходилось просто Библию насквозь читать. Причем я ее читал вслух для жены своей еще. И в конечном итоге мы разными, там, я разными, там, его так речитативом читал, там, сказал, да, мой Господь. Ну, в конечном итоге, ну, как в храмах, и в конечном итоге мы пришли все-таки, что нужно читать вот вдумчиво вот так. Вот останавливаться на тех местах, которые такие странные какие-то. Может быть, это мне и помогло, как бы, то, что мне было толкования. Так бы было толкование, все разжевали, положили, и нечего смотреть. А здесь, видишь, самому приходится что-то высматривать такое неожиданное. Но, опять же, откуда я знал, что это неожиданное? Ну, вот Господь как-то вложил на сердце, укладывал это все. И много рассуждали о Слове Божьем. А когда толкование появилось, Господи, слава Тебе, благодать-то какая. Когда толкование есть, и тебе не надо там что-то думать, что ты ошибешься. Запоминай толкование, и все. Почему так не любят эти попы, когда с ними начинаешь беседовать по толкованию? Тогда они просто плавают. Они же не понимают, что я толкование говорю, понимаешь? Они-то его не знают. Им кажется, что я сумасброд какой-то. Вот нахватался там верхушек, как этот Исаф. Нет, не Исаф. Ияков, да? Ияков. Нет, нет, не Яков. Этот юноша-то, который... Жития святых-то. Авраам! Нет, не Авраам. Или Авраам. Который Ветхий Завет наизусть знал. Сатана к нему подошел. И вот так вот его... Обманул. Сказал, что вот только Ветхий Завет читай. А новый там и так понятно все. В храме послушал и хватит. И он Ветхий Завет начал наизусть знать. А потом, когда ему сказал, что я к тебе приду. Как бы Христос, а на самом деле ангел сатаны. И явился ему в багровом одеянии красивом. И он говорит, поклоняйся мне. И он взял, ему поклонился. А в этот момент видит, что из-под полы куриные ножки торчат. И его как крутануло. По-моему, Исаак. Все-таки. Вот так. И потом три года, по-моему, он возвращался к жизни просто человеческой. Вот что значит тщеславие такое. И не знать до конца Христа. Так, ну вот давай дальше. Вот гляди. То есть отец общий учитель. То есть отец учитель. Назван отец учителем общим. Общим, то есть для всего человечества. И дальше. Через откровение достойным, дающий знать о своем сыне. Через откровение достойным. Достойным. Дающий знать о своем сыне. Как это было случилось? Кто первый узнал о том, что Иисус Христос есть Сын Божий? Кто первый сказал? Петр. Петр. Он сказал, а веровал он, что он Бог? Иисус Христос. Ну да. Если он на всем камне основал церковь, так, наверное, веровал. Господь оставал. То есть на исповедании вот этому, что Господь, то, что Иисус Христос Сын, Сын Божий. Вот основана церковь. То есть Петр камень. Ну, это, это, ты опережаешь события здесь, потому что тебе надо тогда прочитать. Это какое место, помнишь? Давай откроем его. Давай откроем. Подскажешь мне, нет? Нет, не подскажу. Не помню. Ну ладно, я их помню. Это Матфей, 16 глава. Вот 18 стих. Я говорю тебе? Нет. Можно повыше. Они сказали, за кого принимают? 15 стих. Он говорит, а вы за кого почитаете меня? И 16 Симон же Петр отвечал, сказал, ты Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоти кровь откроют тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою. И врата ада не одолеют ее. И дам, и дам тебе ключи, Царство Небесное. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Какие слова я здесь, ну, голос повышал? При каких словах? На что нам надо обратить внимание здесь, чтобы ты правильно начал понимать? Создам церковь мою. Правильно, создам. Что какое-то, как называется так, господи помилуй, рот какой-то у нас. Создам. Не создал уже, а создам еще. И говорю тебе, Петр, дам, дам тебе ключи. И что свяжешь на земле, не связал, а что свяжешь, то будет связано. Что разрешишь. То есть, это еще будущее определение. Будущее. Понял, да? А что значит ключи Царства Небесного? Это оборот такой? Ну да, такой оборот просто. Говорится, ну, 24 царства, 24 старца сядут и развернут книги и так далее. Но считается, что 24 старца, это 12 патриарков и 12 апостолов. Которые будут судить, будут, они будут, будут верховным, верховными заседателями на суде Божьем. Адам, тебе ключи Царствия, потому что Петр был первый среди равных. Первый среди равных всегда. И он первый сказал, что Господь Иисус Христос Сын Бога Живаго. Ты Сын Бога Живаго. Но верили они, что он Бог или нет? Только с местом Писания, пожалуйста. Не просто так. Тогда нет, наверное, и я не знаю. У меня вопрос еще? Это попозже. Нет, нам надо разобраться здесь. Ты там что-то записываешь себе или нет? Да, вот Благой всегда Добрый записал. И все? Я тебе столько уже наговорил. Надо было последовательностойти, а то ты так и ничего не упустишь все. У нас под запись все, под запись. Ну, Евангелие Иоанна, ну, ты что, будешь ее проверять второй раз? Ну, может быть. Можно, может быть, да. Евангелие Иоанна, шестая глава, записал это хоть? Сейчас запишу. Причем это мы с тобой идем последовательно, можно сказать. Это все, что Евангелие Иоанна, шестая глава. Помнишь, мы с тобой начинали там с 15 стиха ее? Да. Потом закончили там в 29-м, по-моему. И вот сейчас продолжаем, нет, даже в 34-м, наверное. И вот сейчас продолжаем какой-то стих, 45-й у нас? Да, 45-й, 47-й. 45-й, 47-й. Кое-что там, короче, пропустили мы. Ну, мы сейчас, конечно, прям к оглашенным подходим, и нужно именно тебе понять, тебе нужно страх иметь к Богу, страх Божий. А о страхе Божьем говорит Соломон. А Соломон у нас говорит в притчах в первой главе это. Соломон жил в Ветхом Завете, и вот он первый сказал о страхе Божьем. Ну, не он первый, там говорили, говорит, вот страх Авраама и Бог Исаака. Страх Бог Авраама и страх Исаака. Вот так говорил это Ияков. Страх Исаака. То есть, они действительно боялись Бога. Потому что Авраам рассказал все, какой Бог, какой Бог, да и они жертвы сами приносили, видели дедушек. Он же долго жил. Поэтому они дедушку видели, все, они видели, как Бог Авраама, и страх Исаака. То есть, Исаак вообще благоговел. А потом Исаак уже присвоил познание о Боге и милости Божьей себе. И уже говорил, что Бог Исаака уже говорили. А Яков сразу начал поминать Бога, как своего. А Иосиф там только через время начал так говорить о Боге, как о своем Боге. А так он тоже говорил, Бог Авраама, Исаака и Якова. Почему благоговение такое было пред Богом? То есть, боялись его. И мы прочитали, рабы его, где тут написано, вот. Ну, где-то мы прочитали недавно. А, ну, вы это, в Исаии, 54-13. Еще раз. Исаия. А вот вы сказали, 24 старца будут судить кого конкретно? Весь мир или... Весь мир. Весь мир. А почему написано, кто не принимает меня и не принимает слов моих, будет иметь судью, слово мое, которое я говорил? Вся, 54-17. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Рабов Господа. То есть, мы должны быть рабами его. О, Сергей Евтушенко говорит, что 8 миллиардов может 15 ноября достигнуть. Интересно. Ну, ладно, возьмем на вооружение. Пригодится. Вот так. Исаия, 54-13. Ну, там не 13, там 17. Рабы должны быть мы, Господни. Рабы. А раб, что он боится Господина своего? Раб будет наказан. То есть, тебе хотя бы надо обрести страх перед Богом, как страх раба, что ты будешь наказан. И если ты сейчас при своей жизни не доживешь до крещения, уйдешь, допустим, то ты можешь быть не узнан Богом. На мытарствах не пройдешь мытарство и будешь побежден сатаной. Вот так. Поэтому молись, Господу Богу, чтобы Господь тебе даровал крещение, чтобы познание пришло тебе о нем. Кто такой Господь? Великий и страшный. Творящий с нами чудеса. Великие и страшные. Иудеи так говорили. А страшные почему? Потому что они видели, какие смерти идут, какие ураганы, саранча там, эти песи и мухи налетали. Они не куда-то это обращали. Они знали, что это Моисей все наводит. Потому что Моисей приходил и говорил, фарон не обратился. Завтра будет засуха, завтра будет жабы, завтра будет вот это, завтра будет вот это. То есть все время подготавливал. И вдруг завтра наступало утро и пошло дело. Тьма, неосезаемая тьма, три дня. Все, и тьма вдруг наступила. Должно утро быть, а ничего нет. Причем тьма такая странная, очень страшная. Светильник зажечь нельзя, потому что он не горит. Отцветов никаких нету. А если, говорит, отцветы и являлись, то в виде страшных костров. Тьмящихся. А в них еще хуже видно. В этих кострах. Вот так. Итак, итак, дальше идем. То есть через откровение. Достойным, дающие знать о своем сыне. Представляешь, как сложно все. Отец наш общий учитель. Он дает некоторые познания и откровения достойным, таким как пророкам в Ветхом Завете, праведным людям. Знать о своем сыне. Они все это сохраняют. Мы знаем, что там места Писания есть, которые говорят о сыне. И теперь дальше читай. Ибо касаясь сердец простых и незлобивых, открывает им сына, подобно как и Петру, открыл его. Открыл его. Да. Достойный, 16-18 стих. Ну, мы с тобой читали это как раз. Продолжаем. Итак, слышащий от отца, то есть принимающий откровения отца, делающийся истинным его учеником, приходит ко мне. Стоп. Что-то странное есть сейчас у тебя? Вот ты сегодняшний, Георгий Байдуков, сегодняшний, ты читаешь Слово Божие. Ты хочешь спастись. Через кого ты хочешь спастись? Он спасает Христос своей жертвой. А вот сейчас, прочитав кое-что, о чем ты тут думаешь? Христос спасает, а как он спасает? Что он делает? Спасая он, что делает? То есть омывает наши грехи, если мы примем его в сердце, будем жить по заповедям. То есть принимающие откровения отца. Откровение какое? то, что... Вот так вот. Вот это уже ближе. Хорошо, что ты сказал это. Ну, так как перед глазами у тебя есть. Принимающие откровения отца. Принимающие откровения отца. Запоминай внимательно. Ты говоришь об Иисусе Христе, но ты забываешь о Боге, Творце, Учителе нашем, Который нас привел к Богу Сыну Своему. Он Сыну все отдал во спасение, но Он нас ведет, понимаешь? Он нам открывает это. Христа открывает. Христос может говорить слова, а ты их не понял, не понял. Он часто это говорил. Имеете уши, не слышите. Имеете очи, не видите. Почему? Бог Отец не открыл. Сына. Не открыл сына. Понятно? Но как место, я не помню место, где сказать, к отцу приходите, только через сына, что-то такое. Вот, правильно. Правильно. Как тогда понимать? Тут ты еще не дочитал до конца. Конечно. Ты до конца тут не дочитал. Толкование-то еще не дочитано. Хорошее место вспомнил, но не дочитал. Поэтому поторопился. Ну давай дальше, раз ты как бы предупредил то, что ты сейчас сказал, это неплохо. Давай дальше дочитывай и отвечай на вопрос. Что значит истинным его учеником? Вот это другой разговор. И делающийся. Делающийся, да. Не сделающийся уже, то есть не готовым, а уже как бы в процессе. Почему? По-другому как? То есть принимающий откровения отца и делающийся, истинным его учеником. То есть его учеником. То есть Христа. Ну понятно. Приходит ко мне, то есть к отцу. Так, ну что дальше? Да, приходит ко мне, то есть к отцу. Совершенно верно. Да, читай дальше. Ну и вот вещи. Приходит к отцу. Тут даже уже все сказано. Ну, читай, да. Ибо недостаточно слышать. Надо бы еще оставаться и учиться. Выделено и подчеркнуто почему-то. Да, Игнатий Иванович будет на это говорить. Слово Божие. Недостаточно слышать. Надо бы еще оставаться и учиться. Слово Божие бы учиться. Оставаться где, то есть... Оставаться вот, оставаться где вот это, да, вот об этом он говорит. В церкви оставаться. Не просто ты услышал в храме и все, и ушел. Нет, это мало. Нужно остаться и учиться. Вот так. Учиться. Почему? Слово Божие должен быть учитель, который тебя научит. Да вот ты читай. Тогда учились познанию о Боге через людей. А ныне, когда воплотился единородный, большую букву, познание... Иисус Христос. Правильно. Познание бывает от самого Отца во Святом Духе. Так что исполняется пророческое слово во свете тебя, Отца, то есть в Духе, узрим свет, в которой есть Сын. Во свете твоем узрим свет. Есть такое... И при этом священник воздевает руки и падает на колени. Троекратно. Ни разу не видел. А он при закрытых дверях это делает? Все равно у нас двери-то нет. Они сплошные такие. Поднимай, слава тебе, покажа нам свет. Что-то такое все. Крестный знамя, поклон. Да-да-да-да-да. Вот именно тогда там он делает вот эти вот... Делает коленопреклонную молитву. С воздеванием, с воздеянием рук. Вот. Пшалом 35-10. И дальше, последнее. Вы хорошо сделали. Их раньше не было. Видите, вот эти сноски. Как красиво, да. Да, как азбука точка рова. Восвете твоим... Мы видим свет. В твоем... То есть это о Боге говорится. Лишь о Боге. Не о Иисусе Христе, а о Боге, прям отце. Подлинно все мы, которые приняли веру во Христа, научены ныне Богом. Научены ныне Богом. Ну, то есть понятно, что отец открывает учение о Сыне. Я так понимаю. Научены ныне Богом. Понял что-нибудь? Картинку. Я говорю, отец открывает о Сыне. Итак, последовательно, как все идет? Как все пришло? Авраам какой веры? Авраам какой веры? Истинной веры? Или ему еще креститься надо? Или достаточно того, что он веровал, и теперь, когда Иисус Христос вывел его из преисподней, то он теперь на небесах и радуется вместе со всем с верующими, как их отец. Отец верующих людей. Конечно, достаточно. Достаточно. А он не крестился. Понял? Да. Авраам не крестился. То есть, он нашел Бога. Бог нашел Авраама. Авраам искал истину. И Бог нашел Авраама. И дал ему истинную веру. И мы теперь считаемся дети Авраама. Такая вера у него была, представляешь? А нам нужен Иисус Христос для спасения. И поэтому Аврааму надо было все равно со Христом встретиться. Но он спасителя уже ждал. Вот в чем дело. Отличие Авраама от других людей и пророков от других людей. Они веровали всему, что написано в Слове Божьем. Они не пренебрегали местами Писания, где говорилось о том, что я буду ходить среди людей. Бог говорит. И сойду к вам и буду ходить среди вас. И они этим не пренебрегали. Они понимали, что так и будет. Моисей предупредил. Настанет время и Бог пошлет к вам пророка с большой буквы. Как меня, слушайте его. Они не увидели этого пророка. Выше Христа кто был так, помогал так людям. Такие перлы говорил. И так они и не поняли. То есть они другого спасителя ждали. Как раз были римляне там, они ждали освобождения вот этого чувственного материального освобождения, ликования вот этого веселья народного там при кострах там пляски эти, гулянки каждому по куску мяса, по кружке вина. Но на следующее это утро вы проснетесь голодными и может с похмельем легким нам или тяжелым. Дальше-то что? Опять вам кружку вина и костры танцевать? То есть о духовном они не думали, понял? Итак, последовательность начни. Ну давай я тебе подскажу. Слава Вышнему Богу и на земле мир в человек благоволение. Переведи полностью все, и это будет достаточно. На русский язык переводи. Слава Вышнему Богу? Да. И на земле мир в человек в человек благоволение. Давай переводи, это тебе поможет уже ближе или через это толкование определись. Слава Вышнему Богу. Мне нужно, чтобы ты понял, кто такой Бог для тебя сейчас. нет, я не могу. Слава Вышнему Богу и на земле мир. Это написано, ты прочитала неоднократно это. Можешь открыть толкование, я тебе не запрещаю жить. Помнишь, где это написано? В каком месте? Нет. Волхвы когда ходили там? Кто пишет о волхвах? Матфей или Лука? Матфей Открывай Матфея первую главу и смотри где и где написано это пастухов, где мы видим пастухи у Матфея или у Луки или у того другого Матфея Ничего? Да нет, наверное, уже. Наверное, нет. Откроешь все-таки. От Луки тогда. Давай. Давай. Еще, наверное, надо. О, уже ближе подошел ты. А вдруг их рисовал ангел, они были пастухи, вот они, ангелы, слава Господне, осияло их и убоялись страхом великим. Сказал ангел, не бойтесь, я возвращаю вам великую радость, которая будет всем людям. Вы ныне родился вам в городе Давидово Спаситель, который есть Христос Господь. Ну и тут читай, читай, чё. И вот вам знак. Вы найдете младенца в перенах лежащего в ядстях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и вызывающее плаву лишних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Вот, вот, где-то я в полковании открывай. А я службу церковную вспомнил сразу вот и все, они, они, цитату, вот, толкование, вот, толкование, Лука, 14. какая вторая глава 14 стих. Вот, и давай попытаемся найти. Толкование сразу. да, это, это, толкование только с того места, где, где он говорит, слава Вышли Богу и на земле мир человек и благоволение. Это в конце. Это в конце будет говорить. Вот, ангел не явился в Иерусалим к фарисеям или к нижникам, ибо они были вместилищем всякой злобы. Так, ангел, ну, давай вот отсюда, ангел благовестил великую радость. Ангел благовестил великую радость, которая, сказал, будет для всех людей. Для всех, запоминай. Собственно, для людей Божьих. Вот так. А собственно, для людей Божьих. Для всех, но не все примут, а примут люди Божьи. Ибо не все иудеи народ Божий. Вот так вот. А почему так? Давай дальше читай. Пугоизбранный же народ. Но воплощение Бога было радостью и для всего рода человеческого. О! Что означает пись ангела? Вот как раз задал я вопрос тебе. Вот все понятно. Без сомнения, благодарность горних чинов и радость тому, что мы, живущие на земле, облагодетельствованы. Облагодетельствованы. Ибо говорят, слава Богу, на земле теперь настал мир. Прежде природа человеческая была во вражде с Богом, а теперь так примирилась, что стала в союзе с Богом и соединилась с ним в воплощении. Что это значит? То, что Бог послал Сына Своего Единородного на землю. Так. Как там Местописание-то? Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного. Да, дабы каждый верующий в Него не погиб. Всякий верующий не погиб. Всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вечную, так, да. Вот. Да. А что Сын сделал? Что он сделал? Он дал жизнь вечную. В ком жизнь вечная? В ком? Ну, конечно, в ком. Ты не понимаешь этого, я пытаюсь, чтобы ты раскрыл, а ты прям рядом ходишь и прям все у тебя. Ты никак не можешь понять, тут замкнутый круг. Он начинается с Бога, Творца и заканчивается кем? Богом, Альфа и Омега. И Богом, Творцом заканчивается он опять же. Да. Для чего Бог-Отец посылает Сына Своего Единородного? Духа Святого для чего посылает? Для чего? Какая радость-то у людей? Почему теперь мир-то на земле? Потому что раньше смерть имела власть, то есть держава смерти была у дьявола, то есть каждый... А почему смерть имела власть? Потому что Адам согрешил. И что? И вся... И все сейчас смертные были до... Ты обойтись, ты словом Бог вообще не говоришь. Тяжко, тяжко. Ну что, оглашаемый, что же делаешь? Мариша, можно тебе вопрос задать? Правда, ты не в платке. Духовный вопрос хотел задать, чтобы брат Георгий послушал от кого-нибудь, а то он думает, что я только сем-пять не волгу. Мариш, да ты писала стих на этот по любви Творца Вселенной. Человек был сотворен. По любви Творца Вселенной Человек был сотворен. Не был смертным он и тленным при начале всех времен. Над прекрасным Божьим миром Человек был господин, но запрет отца отринув смерти плод Адам вкусил. Проклят змей за преступление, но с надеждой жил Адам. Час наступит искупление и спаситель будет дан. Там как там дальше мышь? Час настал, Христос родился, рожденный, мир избавил атаков. Дьявол будет побежден избыли счаяния веков. Христос родился, небо ликует, славят ангелов хары. Воплощенного владыку видят Божьи сыны слава вышних. Смотришь, не, 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 там, вот я как раз до этого когда пил специально мне слава вышних нужно объяснить. Выйдет Божьи сыны слава вышних. Все по-моему. Ну как же все там, Арина, ну ты как маленькая, слава вышних и на земле мир человеческих благоволения. Ну, ну что-то болеет просто она у меня, видишь. А что я... Ну, надо вот эту строчку мне, у тебя она по-другому звучит. По-понятно, по-русски. Слава... А! Слава вышних. Слава вышних, вышних, Богу на земле отныне мир. В человеках благоволения так спаситель возвестил. Вот так. Вот так. Мотив знакомый, а это... Где-то я слышал этот мотив-то сам. Да нет, это Маринина стихи. Это у нас был... Ода к радости Бетховена. А это Ода к радости Бетховена. Она на эту Оду написала эти стихи. У нас был концерт в 2010 году. Последний большой концерт там с детьми там и так далее. Я как раз пел это как этот ангел, который пришел и возвещает этим. Слава вышних, вышних, Богу на земле отныне мир. Человек как благоволения. У Марины там другие были слова на русском языке. Мне больше нравилось. Человеком всем спасение что ли? Так спаситель возвестил. И вот тогда понятнее уже что благоволение это значит Господь обратился к людям и теперь принимает их к себе. Принимает Бог. Бог Отец принимает опять людей. Но человек должен узнать Сына, уверовать через Сына, получить вечную жизнь, а вечная жизнь получается через Духа Святаго, потому что Дух Святой наполняет человека. И дальше замкнутый круг. Человек приходит к Богу Отцу. Понял? Понял. Точно? Точно. То есть получается... Слава тебе Господи, раз понял. Так вот я хочу показать, что не Иисус Христос главный. Понял? Я не мог сразу тебе этого сказать, чтобы ты вот так не начал головой мне делать. Да, я считал, что Христос будет судить. Да, я понял тебя, я понимал, но не стал тебе говорить. Понял, кто главный в доме хозяин? Понял, понял. Бог Отец все открывает нам теперь. Не Иисус Христос. Он нас уже все довел куда надо. Теперь кто с нами здесь на земле? Христос на земле. А Дух Святой? Дух Святой. Наконец-то. Как его звать? Духа Святого. Духа Святого. Как звать? Утешите. О, молодец. Это уже хорошо. Я тебе задаю простые вопросы первоклашки духовного. Ты мне сначала вот такие глаза делаешь. А потом отвечаешь. Тогда я быстро сообразить не могу. Я вижу, ты с людьми по Священному Писанию давно не беседовал. Я с кем не беседовал вообще. Понятно. Ты что боишься это? Прочитал Священное Писание и ты скажи так, подождите, подумаю, раз набрал там местописание какое-нибудь. У тебя же поисковики есть, я же тебя не гоню никуда. я думаю быстрее вот так вот. зачем быстрее? Не надо быстрее. Просто я не говорю, быстро отвечаю. Я тебе говорю, задаю вопрос, а ты подумай там что-нибудь. У нас же с тобой беседа идет как соглашенный. Я как бы знаю, а ты знаешь это, но не раскрыто тебе. Я хочу в тебе раскрыть страх Божий. Кто такой Бог Отец? Бог Отец не будет маслить. Ты Ветхий Завет читай. А сейчас мы находимся под научением Бога Отца. От Святого Духа. Кто послал Духа Святого? Война такая идет. Кто послал? Отец. Отец. так вот. Какая война? Война? Да ты что? Еще какая? Между католиками и православными? Они говорят, что и сын посылает. Духа Утешителя. А православные говорят, нет, только Отец посылает. Через Сына. Все через Сына делается, понимаешь? Отец Духа Святого посылает, Иисус Христос в 21 главе приходит, в 20 главе Евангелия от Иоанна приходит и говорит 21 стихом. Дунул и говорит примите Духа Святого. Это было до того, как они Духа Святого примут или после? До того на них был Дух Святой, но как бы не в полной мере. Вот толкование ты, видать, знаешь его уже усвоил, это очень хорошо видишь, мне не надо тебе доказывать. 21 стихом 20 главы Евангелия от Иоанна Иисус Христос приходит, дует, дует прям вот так и говорит примите Духа Святого. И это дает понятие, что и от Сына тоже Дух Святой приходит, но послал то его Бог Отец, понимаешь в чем дело? И Сыну все отдал он на откуп. Это Божье слово Логос. Творец ходил, долго думал, как ему как ему соделать людей счастливых, чтобы они могли радоваться и прославлять его, благодарить, любить. Как это делать? И вдруг осенило его, а может его всегда знал об этом, не знаю точно, ну так это антропомерфейс, ну то есть обочеловечене как. И он тогда сотворю небо и землю, раз и сотворил все, и дальше пошло. А там человек оказывается, там всякие животные, красивые всякие, растения нужные, вкусные такие, ой, для человека все, звезды, такие звездучие, даже можно путь по ним находить, луна такая светлючая ночью, аж прям глаз это бывает, режет, солнце, от которого тепло, приятно так, вода тепленькая, плескаешься в ней, люблю плавать, вот это все Господь сделал, но через Иисуса Христа, то есть он сказал, сказал, и Господь начал творить Логос, Слово Божие, а Бог Отец, он в покое как бы пребывает, но это все тот, я не могу тебе просто, я как бы тебе так объясняю по-человечески, но Дух Божий носился над водою, то есть Сын сотворил, а доделывает Дух Святой, как бы, вот так, понимаешь, творение уже есть, но теперь нужна шлифовка этого механизма, и Дух Святой заканчивает все это дело, а теперь должно все к Богу Отцу опять прийти, куда, в безвремене, когда человек будет жить на небесах у Бога, то есть в Божьем жилище, вот так скажем, понял, а сейчас мы еще как оглашенные тут находимся, а ты как оглашенный еще на самой стадии зародыша, твоя душа должна уневеститься, Господь дает время, дает силы, дает своих попечителей, ангелов, для того, чтобы, ну, видя твое старание и так далее, что там говорить, это понятно, я не могу сказать, что ты умрешь и попадешь в ад, я этого никогда не скажу, видя твое старание, Бог будет тебя судить, не я, я с тобой беседую, мне нравится с тобой беседовать, ты такой непосредственный, такой простой, всему удивляешься, как будто первый раз, Слово Божие, в общем, круговорот воды в природе есть, есть круговорот камней, материальных частиц в природе, а это круговорот, ну, как бы, круг Божий называется, круг Божий, вот все, Бог Отец сотворил, и теперь он все сделал для этого, отдал все Сыну Своему, Сын сделал, как он хотел, Бог посмотрел, сказал, весьма хорошо, все весьма хорошо, и теперь Дух Божий закрепил это все, как утешитель, вот, а человек теперь должен трудиться, показать, доказать, и так далее, сначала Бог много времени дал человеку, это тоже есть определение свое, да, зачем по 900 лет жили, зачем, зачем, желание было у Господа, чтобы еще Адам уверовал, вернулся, чтобы передал детям своим, ведь я тебе показывал эту табличку, там, до шестого колена своего, а они все жили там по 900 лет, 800 и так далее, и все, они его видели, видели, пра-пра-пра-пра-пра-дедушку своего, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушку видели, представляешь, они могли к нему прийти, поговорить, прям, спросить его, там, Адам Иегович, скажите, пожалуйста, а кто-то по дерзновению сказал, дедушка, объясни мне, пожалуйста, как ты там с Богом ходил, вот, или еще что-нибудь, и он ему рассказывал, покаялся, как же я так натворил-то, как же я Господу представил жену-то свою, что она вот такая, вот, мне же надо, я же любил ее, вот, у меня такое чувство было, я же о ней пророчество говорил, а я ее защитой кинул, под кого, под самого Господа, который ко мне так благоволил, ну, то есть, он каялся уже, каялся, написано, в шестопсалме это плач Адама перед райскими вратами, вот, считаю, хорошо сказано, плач Адама перед райскими вратами. Вот почему священник выходит, да, перед этим, читает, перед закрытыми царскими вратами. Ну да, это райские врата, как бы, закрыты, и если эти псалмы там сложить, вместе посмотреть, то, как бы, душа человека плачет перед Богом, а Господь, как бы, ее не пускает, и более того, она как смердящий труп, вот, такого, и нету выхода никакого, как бы, выхода нету, очень покаянно это все. Ну, а потом веселье, радость, литургия, и вот, причащение, ну, как бы, два таких полюса, а перед этим там оглашенные за дети между ними стоят. Оглашенные, оглашенные, это приток верующих в церковь, они являются основной ступенью существования церкви, оглашения, основная ступень существования церкви, оглашения, не воцерковление, а оглашение, правильный вход в церковь. И поэтому то, что мы сегодня прочитали, запомни, Евангелия Трановна 6, глава 45, 47 там стихи, вот это как раз самое важное, то есть, тебе не просто слушать в церкви, простоять нужно, но остаться и учиться. Так, и вот, что ты сейчас и делаешь, но с тобой занимается не священник, а я чтец, вот, я чтец, всего-навсего чтец. Ну, правда, в православной церкви, епископ меня рукоположил, все как надо, вокруг алтаря, там везде как надо водили, все, ну, то есть, вот, очень жаль. Я бы готов посмотреть, как ведут беседы с оглашенными священники. К сожалению, ни одной не видел. Если есть, то он такой маститый, сидит, важный, перед ним куча народу там, кто во что одет, кто во что. Женщины в штанах, там ткачок выступает, целый зал, никого нормально одетых, никого с бородами нормальными. Если есть, то все стриженное, что-то какое-то, а в основном бритые все, и девчонки все непокрытые, плетенки, плетенки, плетенки. Это бесполезно, никто ничего не узнает. Вот так вот. Ну вот, мы с тобой поговорили об оглашении немного. Стих на потом оставим. Мне понравилось. Спасибо, Христос. Слава Христу. Ну, ты точно понял? Ну, скажи своими словами, что ты понял? То, что отец создал, через сына примирил, через Духа Святого, то есть все, круговорот такой, я даже не знал это вообще, это для меня откровение. О, ну, наконец-то, наконец-то я добился от тебя этого. Слава тебе, Господи. Думаю, можешь это выставить, это занятие наше сегодня, ну, как беседа такая, небольшое занятие. Я даже не думал, что, как бы, буду говорить об этом, но, вот, пришлось, пришлось, я, видишь, мне нужно открыть в тебе страх Божий, чтобы ты понимал, кто такой Господь Бог. А то мы привыкли, что Иисус Христос, Он мне сейчас спасет, вечную жизнь даст, и вроде как на лаврах почиваем. Но сын сказал, что отец больше меня. Это надо на свое место тоже поставить. Хотя, представь, троица, отец, сын и Дух Святой, они все, как бы, равны. Да, а как вот тогда понимать? Ну, как Господь сказал, отец больше меня, так и понимать. Ну, как бы, как бы тебе так сказать? Вот, когда я заканчивал институт, то у меня был диплом, и комиссия была из, где-то, восьми или девяти человек. Там были физик, и геологи, конечно, были, буровики. У меня была, я сейчас скажу, специальность моя. Я закончил КИЦом в восемьдесят шестом году, в восемьдесят первом поступил. Это Красноярский институт цветных металлов. Там еще перед тем, как его, ну, с Москвы, с Петербурга перенесли, он в Петербурге был этот, он еще назывался цветных металлов и золота. Вот так. Ну, он таким и остался. Более того, там он стал еще и по углеводородам, то есть нефтедобыча. Такие вот дела. И поэтому, и когда специальности, давали специальности, то у меня специальность была РТ называлась. РТ, это разведка техникой переводится. Разведка техникой. Понятно, да? Есть разведка руками. Это РМщики. РМ. РМщики, чистые геологи. Разведка маршрутами называется. РМ. Маршруты. Ой, кто-то пришел и привел банду. Еня пришла, и банда забежала, собака. Что значит разведка руками? То есть они ходят с приборами или что, или как, или сами лазают? Ну там, если приборы, то такие, там, сейсмические бывают, там, какие-то спектрометры, там, и так далее. Они ходят маршрутами, то есть впереди, впереди техники всегда идут РМщики, то есть чистые геологи. У них небольшие отряды, они разбиваются, там, один-два человека с геологами, они ходят, образцы там ищут и так далее, чтобы найти какое-то, ну, следы каких-то полезных ископаемых. Обычно они заходят на какие-то холмики, горы, если горы, то там все хребты облазят. Ну, посильные, конечно. Ну, для того, чтобы можно определить источник, откуда там идет он дальше. И у них молотки с собой немагнитные. И вот они долбят это по роду и смотрят. У них там спектрометр такой есть, они определяют. Ну, и линзы всякие, микроскопы. И вот они на месте определяются, что же там есть или нету чего-то. И, допустим, они что-то нашли подобное, и потом идут уже мы идем РТшники разведкотехникой. То есть, мы приезжаем с буровыми аппаратами, с бульдозерами, копаем траншеи, шурфы копаются, взрываются, оттуда выбрасывается материал, порода, и промывается или дробится, отправляется в лаборатории и так далее. То есть, у нас в большом таком промышленном масштабе, как бы, или полупромышленном, ну, или разведочном, тоже хорошие масштабы. Это не как у них там отдельно, потому что у нас техника, мы дороги уже ведем за собой, а у них тропинки только. Вот так вот. И вот, когда я заканчивал, то мне приходилось там все делать. А, да, и техника, и технология разведки и месторождения полезных ископаемых. Техника и технология разведки и месторождения полезных ископаемых. Твердых полезных ископаемых. ТПИ. Твердые полезные ископаемые называется. И вот эти восемь человек, они тебя внимательно слушают. У тебя чертежи, сам чертишь. Мы тогда, у нас не было компьютеров. пишешь рукой, ну или потом на машинке тебе перепечатывают. Но дорого было. У меня было просто, ну, надо было писать, чтобы было понятно. Потому что это забиралось все, и там читали они, ну там советовались, и так далее, какую оценку поставить. Вот. И чертежей было, допустим, от 20 где-то и больше чертежей. Такие выстраивались эти деревянные там как основания такое, как рейки вот деревянные. И на них ты вот ходил и налепливал эти карты, пока приготовлялся. Ну прям, ну прям колени не держали. До такой степени это было. Я к чему говорю все это. И потом, когда ты сдаешь, и это проходит, ну там допустим, часа два, могут на обед сходить они даже еще. Ты после обеда там пришли. Они тебе вопросы начинают задавать там после обеда. Вот ты отвечаешь на эти вопросы. И вот потому, как ты себя вел, как ты все объяснял. А вопросы серьезные. Как ты устанавливаешь, почему устанавливаешь так именно оборудование, почему такое расположение у тебя выработок. Как ты определял там все антиклинали, синклинали. То есть и так далее. И после этого они тебе ставят оценку, ну там долго читают и говорят там мне отлично поставили за диплом. И потом к тебе подходят геологи эти, жмут тебе руку и говорят поздравляем коллега. Коллега поздравляем. Коллега. А ты должен поблагодарить, благодарю коллеги. Премного благодарим коллеги. То есть ты становишься геологом. Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветру и солнцу, брат. Слышал такую песню? Нет. Ну что ж сказать. Набери, послушай, держись, геолог, называется. Можешь набрать, можешь сейчас включить? А там не получится, чтобы я и вы слышали и на запись тоже. Не будет так. Держись, геолог. Да, держись, геолог. Ладно, найдем. Послушай эту песню, она очень залихвательская такая, емкая. И вот то же самое происходит и здесь. Учитель, учитель, ученик не может быть выше своего учителя. но и усовершенствовавшись, он будет как учитель его написано. Вот так. Поэтому понятно, есть как бы более опытные и так далее, есть более старшие по званию, хотя это все коллега. Он может профессор, доцент, руку тебе пожаловал. Но ты геолог и он геолог. Он тебя учит, чтобы ты пошел и нашел нужное для нашей страны. Чтобы пришло такое время, как сейчас, и хватило всего ресурсов для того, чтобы победить. Ну, понял, да? Ну, вот так, видишь, ты этого не прошел. Я как бы это прошел, увидел все, пять лет учился и работал, конечно, и работал тоже. Очень много работал. Ну, и потом работал и геологом поработал, и разведкой, техникой разведывал, и даже добывал сам золото своими руками. Это я тебе сказал про Троицу. Почему и как? Ну, мне не до конца понятно. Почему вот если они равны трипостаси? Почему тогда отец надо? А тебе зачем надо, когда Господь сказал, отец выше меня? Отец больше, чем я, сам Христос сказал, тебе что надо-то еще? Что ты хочешь? Еще от кого ты хочешь услышать? От кого ты хочешь? Кто знает еще про отца-то вообще, кроме сына? Никто. А Дух Святой вообще ничего не говорит нам. Нам Дух Святой если говорит, то только по делу. Дух Святой трудяга, труженик, ему этим некогда заниматься. Его послал Бог Отец, сын принес, куда надо, донес, вот здесь трудись. И он сразу определяет, кто свой, кто чужой. И от веры веру тебя возвеличивает. Поэтому ты вопрос задаешь, а он вообще непонятный. к чему ты его задаешь? К чему? Сын сказал, отец больше меня. Что тебе еще надо? Непонятно. Я понял. И от отца исходящий Дух Святой, которого принес сын. Он его принес безропотно. И многое можешь найти, как он. Я пришел и исполняю волю отца моего. Неужели ты этого не читал? Какие вопросы у тебя могут быть еще? Ты, по-моему, должен с догматикой подружиться, дорогой мой. Мы тебя по догматике погоняем, я думаю. Чтоб ты веровал прям как избушки. Чтоб никаких вопросов лишних не было у тебя, ненужных. Ты для этих вопросов напридумывай меня, а я буду тебе отвечать. А вот вопрос. Слово Божие. Христос вот сам пошел на Голгофу, то есть его не распяли, он распялся. Да. Борис, мы откроем, они к тебе просятся. Заскучились. Да, да. По любви к кому? То есть или по любви к людям, или по любви к отцу, как бы так можно выразиться. Так, 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 так. То, 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 весь мир ну да, сказать так, людей возлюбил, или отец ему сказал, и он и сделал, как сын, подчинился отцу. Ты же сам только что мне третью главу читал, или я ее читал. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына свою единородную. Ты же, по-моему, говорил, вот недавно прямо. Да, точно, ты же говорил, я тебе еще подправил там. Ты же сам местописание привел. Да, да, да. Ты местописание сам приводишь, и мне кажется, ты торопишься просто задавать вопросы, которые на поверхности лежат. Ибо так возлюбил Бог мир, возлюбил, возлюбил мир. Он вообще все сотворил, вот возлюбил. Но там поток был, поэтому все как бы недоумевают, а Господь говорит, я возлюбил, возлюбил. Вы же сейчас живы? Ну да, живы. Ну вот и я возлюбил. Ибо так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Там дальше продолжения тоже нету, но надо понимать, что там Дух Святой придет, Утешитель, пока Он этого не говорит. Жизнь вечную даровал, вечная жизнь уже хорошо. А как она будет достигнута, это уже сложнее немножко домостроительство Божие, поэтому и дальше все написано. Дальше еще там сколько получается 18 глав Евангелия Атриана впереди. Так что мы там дальше читаем. И сейчас мы просто на одном из перепутьев всего лишь шестая глава. Мы вникаем в это все и на сердце складываем себе, как Престая Богородица складывала все в сердце свое. Складываем это все и оно тут у нас должно быть прям как закон, как вот какая там сердечная мышца натянута все где надо. Ибо без этого мы не будем живы. И это догмат, установи просто себе догмат, возьми почитай каноны, там догматы написаны конкретно уже Отец, Сын и Дух Святой. И вообще символ веры надо читать чаще. чтобы прошло сколько времени. И тогда будет интересно очень. Есть вот простые такие вопросы, начинаешь думать на них и потом местописания выискивать. Они как бы тебе известны, а местописания очень витки. Их немного. Поэтому нормальные вопросы это, Ну а тут понятно все. То есть как мы можем говорить почему отец выше. Потому что он послал сына своего. Он послал. Не сын послал его, а он послал сына. А ты спросишь, а почему? наиглупейший вопрос будет, почему? Тебя отец посылает там что-то сделать, ты же не будешь говорить, зачем тебе это надо. Ну заводкой допустим, понятно уже тут. А если по делам каким-то отец больше знает, он тебя послал. Тем более был привечный совет на небесах и на привечном совете. Все было решено. Недаром Господь наш в Киевсиманском саду так страдал. Еще не было той боли, но понимал, что это такое. Он видел боль людей. Никогда ее не испытывал, но видел. Тем более он милосердный, сострадательный. И такие слова просто удивительные. Боже, пронеси чашу мимо меня. это очень тяжело глубоко. Уже все зная, что он герой будет для людей, что он положит душу, живот, жизнь свою за друзей своих, за апостолов, за других людей, которые придут к нему, за нас с тобой. Все это знает и все-таки как бы сдается, понимаешь, когда такую вызывает к отцу, хотя он сам бог, что ему вызывать-то? Он мог прекратить это все и сказать, я не участвую в этой игре. Но нет, в этом Господь проявил свое могущество, показал нам, он есть путь истинной жизни и привел нас к отцу, привел к отцу, через себя Духом Святым. Вот так. Так, ну ладно, на сегодня, наверное, достаточно. Хорошо пообщались. Полтора часа. Да, раскрыли тему для тебя, как бы, несколько затуманенную. И теперь о страхе Божьем. Пожалуйста, местописание о страхе Божьем выпиши себе на отдельный блокнот возьми о страхе Божьем и набросай туда о страхе Божьем и Слово Божьего. Слово страх открой и страх Божий возьми внимание, почитай и то, что к тебе относится к человекам к нам, почитай. И не просто, что только одну эту строчку, а вообще, что Господь там говорит о страхе. Этих мест не так много, кстати, сразу скажу тебе. Можешь даже в интернете найти какую-нибудь проповедь или что-нибудь там о пояснении страха Божьего. Есть такое. И мы с тобой о страхе можем поговорим. Я думаю, для тебя тоже там что-то откроется. И ты должен начать молиться Господи, даруй мне страха твоего святого. Так молюсь. Ну и хорошо. Басюточка моя, Басютка, ну давай поглажу. Кошка пришла. Смотрят они так вообще. И ждут избавления сынов Божьих, кто из нас с тобой. Ждут, не дождутся. Дядя, дядя, говорят, когда ты уже станешь на небесах праведником, и мы с тобой будем тоже вечно живые. мышек будем ловить. Вот так. Сотворил Господь скотину. В какой день сотворил, помнишь? Скотов. Нет? В шестой перед человеками. В шестой перед человеками сотворил Господь скотов и зверей полевых. А в пятый день сотворил животных или нет каких-нибудь? Вроде этих морских тварей, всяких рыб. Да. Рыб написано, а потом рыб больших, потом присмыкающихся животных написано, а потом птиц. Вот так. Это в пятый день. Динозавры когда вымерли, знаешь? Ну, потом. 200 миллионов лет назад, говорят. Да. Нет, они до потопа не дожили. А почему? А их в раю не было даже. А тогда откуда они? Скелеты огромные такие в музеях. Как откуда они? Господь сотворил в пятый день. Именно вот эти вот большие животные, большие рыбы, там еще по церковно-славянски змиевы. Змиевы написано. И когда смотришь, то, что там находят вот именно остатки морских вот этих животных, рыбы назывались они, или змиевы, то у них такие длинные шеи, плезиозавры назывались. на змею действительно похоже. Откуда знали, что непонятно люди. Ну, рыба это рыба, правильно? Змеи, змеи. Но они не просто змеи, а как змеевы, как бы змеи, ну, похожи на змей. Так. Ну, да ладно, это тебе для размышления, чтобы как бы мысли какие-то витали-летали. Подумай об этом. Поэтому не было не было их в потопе уже. Землю, когда затопило, материки сдвинулись или нет? Думаю, нет. Правильно. А вода соберется в одно место, как понимаешь? Вода соберется в одно место? Ну, да. И сказал, говорит, водеет. И она собралась в одно место, сказал, да будет суша, и стала суша. Назвал ее землею. Господь. Ну, то есть моря, океаны, да? Один океан был, один был океан. В одно место соберется, в одно место. А потом суша явилась. То есть из-под низу вот так раз суша поднялась и все. А вокруг вода собралась. А потом произошло разделение суши на сегодняшнее полушарие. А так было все где-нибудь там на полюсе или где-то где-то в этом месте поближе к полюсу какому-то была эта суша. Потом начала делиться. Знаешь, как она делится, эта суша? Почему? Называется литосфера. Земная кора, которая у нас есть сейчас, она под материками до 100 километров, а под морем до 40 километров. Земная кора. Она состоит из осадочных, метаморфических и основных пород. И она плавает по этой литосфере. Ну, это все литосфера называется, под ней идут такие пластичные породы, как битум, типа, вот что-то такое. Эти все породы перемешаны, они вот такие пластичные. И по ним перемещается земная кора. Есть плиты, платформы, щиты и так далее. Все это перемещается. Это даже ученые считают сейчас, поскольку там сантиметров они двигаются. До движения всего этого. Вот они сейчас разошлись, этот один когда-то материк, он сейчас разошелся. Назывался Пангея, переводится как общая земля. То есть была общая земля когда-то была. Пангея. Можешь о ней посмотреть. Ну, ладно, с Богом, помоги Христос тебе. Богом спасти Христос. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.